Итак, возвращаемся к теме коронавируса, но никуда от него не деться, тем более, что противники QR-кодов и вакцинации продолжают бомбить нас посланиями, и вот в этом море просто фейков, дезинформации, которая бродит вокруг коронавируса, есть одно здравое сомнение, с которым лично я, хотя я, конечно, не специалист, склонен согласиться в том, что мы придумываем вакцины, но вирус же тоже не дурак, он меняется, и вот срок действия вакцины же уже официально оснежен, говорили год, сейчас полгода, то есть вирус становится сильнее, не получается ли так, что мы, с одной стороны, боремся с вирусом, с другой стороны, его тренируем? Насколько это опасно, мы спросим у нашего гостя, у Евгении Викторовны Макрецовой, врача-инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии нашего Дальневосточного государства медицинского университета. В том, что я сказал, вот это полный бред? Ну, здравое зерно есть, но стоит, конечно, это все разобрать немножко по полочкам, чтобы было более понятно. И прежде всего здесь следует осознать, что мутация вируса – это естественный биологический процесс, который был всегда, он продолжается и будет всегда. И вакцины, которые создаются, они действенны вот в отношении какого-то конкретного штамма вируса. Понятно, что вирус, он мутирует, но он мутирует не сразу весь. И, например, вот тот белок, в частности, сейчас возьмем коронавирус, все вакцины, которые создаются, они ориентированы на белок С, который является тем самым шипом или якорем, который цепляется за мембрану клетки мишени, чтобы потом организовать свою репликацию. Эту вакцины в отношении него и работают. Так вот этот белок, ну это целая некая структура, она не из одной молекулы состоит. И вот эти вот молекулы, они меняются, они меняют последовательность свою, какую-то там где-то одна мутация, там одна аминокислота выпала, какие-то поменялись местами. А антитела, они когда формируются в отношении какого-то белка, они потом его антиген, вот так вот, если на пальцах объяснять, цепляют и нейтрализуют. А тут произошла частичная мутация, ну вот так вот. То есть скрепка есть, но она не совсем прочная. И поэтому, да, говорят, что вакцина, она не будет работать через какое-то время на все те 100%, на которые она рассчитана была. И поэтому с учетом каждой мутации, это же идет постоянный мониторинг, накапливаются данные, что вот произошла мутация, и она идет, распространяется по миру. Тут же начинают реагировать врачи-вирусологи и тут же модифицируют те действующие вакцины, которые уже зарегистрированы. То же самое сейчас происходит и у нас. Институт Гамалеи уже напрягся и уже готов модифицировать эту вакцину. Там за какие-то 45 дней она будет готова. То есть не другая вакцина, а та же самая, но модифицированная с учетом мутаций. Это происходит всегда и всю жизнь. В отношении вируса гриппа то же самое происходит. Каждый год вирус мутирует, каждый год появляется новый эпидемический штамм, идет новая волна эпидемии, и каждый год создается вакцина под этот штамм. Здесь вирус немножко другой, он более мутабельный, мутации происходят быстрее. Поэтому и высчитали вот этот ориентировочный срок не в год, а в полгода, рассчитывая на то, что, конечно, мы не говорим о том, что это 100% защита и гарантия того, что человек вакцинировался, он не заболеет. Он может заболеть, но главная цель вакцины – это спасти человека от смерти, спасти от тяжелого течения болезни. Точно так же действует вакцина гриппа, точно так же и коронавирусная вакцина. Ну и все остальные вакцины, которые у нас существуют на сегодняшний день, ни одна из них, я не могу сказать, что она на 100% эффективна. Все равно какие-то прорывные случаи есть. И вот этот омикрон, который сейчас появился, он тоже обеспечивает прорывные инфекции в ряде случаев, когда человек иммунизирован уже в известной вакцине, он заболевает. Но, тем не менее, это не настолько драматично, пока мы четко сказать не можем. Нужно накопить данные. Евгения Викторовна, как раз по поводу данных и прочего, я последние пару дней натыкаюсь, к сожалению, не выписал себе имя академика, на которого ссылаются. Речь идет о том, что кто-то из РАН или еще из какой-то подобной структуры, речь идет о том, что омикрон – это некий эволюционный финал коронавируса, потому что вроде бы он уже не так сильно поражает организм человека, и так вот он перешел в разряд гриппа, который и дальше с нами будет в таком более щадящем виде существовать. Вот что можете сказать по этому поводу? Очень смелое, оптимистичное заявление, на которое сейчас нужно просто будет немножечко подождать и посмотреть, как оно будет сбываться, этот прогноз или нет. Потому что я, например, сколько времени смотрю про эту омикрон-информацию, я вижу, что о нем говорят о том, что он сделал двойной шаг вперед, то есть не один маленький шажочек в мутации, как это обычно делает вирус, он сделал прорывной такой-то шаг, большой, крупный, из-за чего мутации в этом штамме произошло гораздо больше. В том же белке С 32 мутации. Это гораздо больше, чем обычно. Остановится ли он на этом? Ну, это неизвестно. Это нужно будет смотреть дальше. Я хотел задать противоположный вопрос. Я смотрю по тому, как вот все просто сходят с ума от омикрона, прежде всего в просвещенной Европе, там вот у нас появился омикрон, вот отгородимся стеной от всего мира, да? Действительно ли он так опасен? Ну, давайте вспомним, что было с Дельта, когда появилась Дельта мутация, та же самая истерия развернулась в Европе. Давайте сейчас мы срочно закроем все границы, каждая страна закроется от соседа и так далее, и так далее. Ну, действительно, это была новая волна пандемии, очередная волна. Нельзя сказать, что там что-то кардинально поменялось в тяжести течения болезни, или там стали резко болеть здоровые молодые люди. Да нет, болеют в основном те же самые группы риска, которые болели раньше. И волна прошла, та же Европа первая успешно справилась с этой волной, потому что вакцинировалась дисциплинированно. И все, теперь та же самая ситуация разворачивается с омикроном. Те же самые эмоции, может быть, даже где-то больше всплесков, потому что мутаций больше, соответственно, эмоций больше. А вообще, вот по опыту прошлых волн, по опыту прошлых штаммов, мне кажется, нереально удержать в одной стороне штамм. Вот у микрона уже есть в России два случая зафиксировано. Ну, то есть мы должны принять, что так или иначе придет новая вариация. То ли мы сейчас находимся, может быть, возможно, на конце плата этой волны, которая сейчас шла и идет. Вот. Успеем ли мы получить спад заболеваемости до того, как придет омикрон? Или этот омикрон наслоится на эту волну и пойдет продолжение волны? Сложно сказать, что будет, когда она придет. Это вопрос времени. Он придет, никто не знает. Несмотря на все ограничения, несмотря... Да, ну какие могут быть ограничения, если в стране летают самолеты? Можно я вспомню еще один довод антипрививочников. Они говорят, что вот если бы не прививали вообще, то вирус естественным путем вот как-то вот переработал бы, все мы переболели. Все бы просто умерли, кто мог бы. Умерли бы и все. А сколько бы умерло людей? Ну, сейчас у нас, если взять нашу одну, только нашу больницу, у нас две реанимации, которые занимает каждая по два этажа. Они переполнены. И летальность среди тех больных, которые там лежат, она большая. То есть кто-то говорит, да при гриппе точно так же умирать. Да нет, конечно же, это на порядок больше летальность, чем от гриппа. Причем в этой реанимации, в этих двух реанимациях нет людей, которые были бы вакцинированы. И у нас лежат вакцинированные пациенты, но они все болеют очень легко. То есть пожилые, там какая-то пневмоника небольшая совсем. То есть 2-3 дня температуры и все. То есть если отпустить все, не вакцинироваться, ну давайте будем выживать за счет естественного отбора тогда. Зачем вообще говорить о каких-то вакцинациях? Давайте спустимся в каменный век, перестанем защищаться. Кто силен, тот выживет. Выживет сильнейший. Остальные как получится. А вот если мутации будут продолжаться, не получится, что, условно говоря, каждый месяц надо будет новую приливку ставить? Я утрирую, естественно, но вот тем не менее срок действия уже сократили до полугода. Они его изначально вели речь об этом сроке. То есть мы не говорили о том, что это будет одна вакцинация и все. То есть мы задавали вопрос, а когда, на какой период? И очень быстро мы получили ответ, что это будет полгода. А почему же тогда у переболевших продлили период действия? Ну потому что у переболевших это все-таки естественный и приобретенный. А это приобретенный? Он более напряженный, он действует дольше. Да, то есть мы даже на своем собственном примере, на своей шкурке, так сказать, испытали, что, например, у меня антитела держались в максимальном титре около года. То есть это после заболевания. Сколько бы они держались в чистом виде на вакцинации, когда человек, не болевший ранее, просто провакцинировался. Но были случаи, когда через полгода люди проверяли, и титр антител стремительно снижался. Все-таки это искусственный, активный, но искусственный иммунитет. Если можно вспомним, как две недели, по-моему, назад группа врачей публиковала открытое письмо антиперевивочника с предложением прийти в красные зоны и посмотреть, как люди там умирают. Вы говорите, что там очень много людей. Я понимаю, что это такое эмоциональное высказывание. Если бы антиперевивочники согласились, вы бы их пустили? Они бы не согласились, и мы бы не пустили, потому что все-таки это вопрос этики. Там люди лежат в сознании, они осознают, что с ними происходит. Они лежат в реанимации, но далеко не все находятся в медикаментозной седации, в медикаментозной коме. Поэтому это совершенно неэтично, кого-то выставлять на показ. Если бы они согласились, ну, я не знаю. Я очень сомневаюсь, что они согласились бы на самом деле. Ну да, они тут же открыли ответное письмо. Тут же начался крик, как бы посмели, да. Как бы посмели, да. Поэтому это такое лукавство. Вы два года же уже боретесь с коронавирусом? Вот, с весны 2019 года. За это время больные поменялись по возрасту, по тяжести заболеваний? Есть некоторая тенденция в омоложении. Но я не могу сказать, что люди здоровые, физически сильные, молодые, без каких-либо сопутствующих заболеваний. Вот, например, спортсмен, физически силен, и вдруг раз, и заболел, тяжело и умер. Нет. На самом-то деле у нас и среди молодых людей нужно поискать абсолютно здоровых людей. То есть очень много молодых с избыточной массой тела. А опыт показал, что именно избыточная масса тела, ожирение – это самый страшный фон для тяжелого течения коронавируса. Потому что лишний вес – это тут же нарушение метаболизма, обмена, гормонального фона. И все, и все это завязывается, и получается тяжелое течение. Поэтому добрались, добрался вирус и до молодых. Но опять же с группой риска, с фоновыми заболеваниями. Поэтому кардинально и качественно, я бы не сказала, что что-то сильно поменялось. Вы знаете, в последнее время стали нам зрители писать и жаловаться, что они не могут найти вакцину, вот вторую, не спутник, который у нас первый поменялся, я все время… Ковивак. Ковивак. Вот почему-то они считают, что он более современный, менее вредный. Они более современные, все эти вакцины создавались одновременно. Просто какие-то вакцины получили репутацию более мягких, а какие-то более жестких. Вот, например, гам-ковид-вак, спутник ВИК, гам-ковид-вак, он жесткая вакцина, то есть после нее частенько, ну, у какого-то определенного процента людей повышается температура и такое гриппозное состояние. Ну, у меня было, недавно было. Ломает немножко, ну, далеко не всех, но бывает. Но, опять же, вот эта вот ломка, температура, это показывает на то, что иммунитет борется, что началась выработка антител. И после этой вакцины напряженность иммунитета больше и выше. Та вакцина, которая действует мягче, иммунитет вырабатывается слабее. И после таких вакцин люди заболевают чаще. То есть статистика показывает, что те люди, которые вакцинированы мягкими вакцинами, заболевают чаще, чем после жестких вакцин. Вот по поводу количества заболевших, еще на прошлой неделе по 580 человек в сутки у нас заражалось. Это были такие антирекорды очередные. И вот сейчас перед нашим разговором посмотрели статистику. Вчера 510 уже человек, вернее, сегодня 510, вчера было 512. Мы уже говорим о неком спаде. Ну, в некотором спаде есть тенденция. Тенденция к спаду. Ну, нельзя сказать, что прям спад, спад. Когда-то он должен будет произойти. Наверное, скоро. Но все-таки у нас количество вакцинированных увеличивается. Ну, конечно. Есть надежда, что когда, ну, хотя бы процентов 90 людей провакцинируется, мы победим, наконец, пандемию и перестанем ходить в маску. Скорее всего, да. Ну, и плюс еще люди переболеют. После болезни все-таки антитела вырабатываются и держатся хорошо. А перекрестный иммунитет будет работать и в отношении мутантов. Поэтому в какой-то момент произойдет то, чего мы сильно ждем. Этот процесс станет сезонной инфекцией. Ну, пожелаем друг другу, чтобы в новом году так и произошло. В завершении, примите участие в нашем интерактивном голосовании. Вы какую елку ставите? Искусственную. Искусственную. Это хорошо. Наш человек. У нас в гостях была Евгения Мокрецова, доцент кафедры инфекционных болезней ДВГМУ. У нас в гостях была Евгения Мокрецова.